Продолжение следует... Самый главный признак существительного – это артикль. В английском языке у нас всего два артикля – определенный и неопределенный. Далее, по лексическому значению существительные у нас могут быть собственные и нарицательные. Именно собственные – это все названия, которые пишутся с большой буквы. А имена нарицательные – это все остальные, которые не имена собственные. Они у нас подразделяются на исчисляемые и неисчисляемые. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Простые существительные это какие? Которые не имеют суффиксов и префиксов. Да, которые у нас имеют только один корень, которые не имеют суффиксов и префиксов. А производные имеют суффикс. Ребята, вам понравилось разговаривать с детками в прошлый раз? Да! А когда они говорят лу-блу? Лу-блу! Видите, как им сложно? Почему? Потому что в английском языке нет мягких звуков. Да, мягкого звука в английском языке нет вообще. Поэтому они говорят как л. Они не могут смягчить на л. Они могут сказать букву Ю. И они могут сказать л. Поэтому у них получается лу-блу. Что еще вам понравилось? Ну, они смешные. Сория, знаете, мне показалось, что Ю разговаривает прямо как в учебниках английского по нашей школьной программе. Например, вау, пицца или там что-то прикольное. С вами. По скайпу вам заниматься нравится? Да. Ребята, почему вам нравится заниматься по скайпу? Потому что это весело. Ну, Варя, тебе точно весело. Тебе веселее, чем кого бы то ни было. Окей, удобнее заниматься по скайпу, чем ездить в Услабинск на занятия? Да! Никуда ехать не надо? Да! До чего технологии дошли, да? Да. Замечательно, окей.